Решим задание номер 12 из единого государственного экзамена по математике. Найдите наибольшее значение функции y равен 3x в пятой степени минус 20x в кубе минус 54 на отрезке от минус 4 до минус 1. Найдем область определения функции d от y равно промежутку от минус бесконечности до плюс бесконечности. То есть все точки данного отрезка входят в область определения функции. То есть функция непрерывна на данном отрезке. Далее найдем производную y' равно 15x в четвертой степени. Находим производная суммы или разности равна сумме или разности производных. Производная от степенной функции. 3 выносим за знак производной. Производная x в пятой это 5x в четвертой. Это еще на 3. Получается 15x в четвертой. Минус 20 умножаем на 3. 60x в квадрате. Приравняем производную к нулю для того, чтобы найти точки возможного экстремума. Тогда 15x в четвертой степени минус 60x в квадрате равно нулю. Решаем. Разложим на множители. Для этого 15x в квадрате вынесем за скобки. В скобках остается x в квадрате минус 4 равно нулю. Произведение двух со множителем равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы один из них равен нулю. Это значит, что либо 15x в квадрате равно нулю, либо x в квадрате минус 4 равно нулю. Откуда находим корни? То есть у нас получается либо x равен нулю, либо данное уравнение можно решить по-разному. Можно 4 перенести в правую сторону и далее извлечь квадратный корень из 4. Получится x равен плюс-минус корень из 4 это 2. То есть x равен плюс-минус 2. Либо можно записать левую часть по формуле разности квадратов. Тогда 4 это все равно что 2 в квадрате. Это получается x в квадрате минус 2 в квадрате. x минус 2 умножить на x плюс 2. Откуда следует, что либо x плюс 2 равен нулю, либо x минус 2 равен нулю. Откуда следует, что x равен плюс-минус 2. x равен плюс минус 2 То есть мы получили три точки возможного экстремума Но только одна из этих точек принадлежит нужному нам отрезку Это точка минус 2 Тоже покажем ее на числовой оси Покажем нужный нам промежуток То есть от минус 4 до минус 1 И только одна точка минус 2 принадлежит нужному нам отрезку То есть 0 и плюс 2 находятся правее минус 1 А это значит, что они нас не устраивают Они нам не нужны Далее найдем знак производной Слева и справа от точки возможного экстремума Если производная меняет знак То данная точка является точкой экстремума Ну а далее мы сможем определить, что это точка минимума или точка максимума Возьмем точку слева от точки минус 2 Можно взять точку минус 3 или минус 4 Почему? Потому что функция на данном отрезке непрерывна Ну предположим, возьмем точку минус 3 И подставим ее в производную Предположим, можно подставлять ее в любой вид Можно подставить вот в такой вид То есть уже после вынесения общего множителя за скобки То есть вот то, что мы получили производную Это все равно, что производная вот в таком виде могла бы быть записана Поэтому подставляем вот сюда Первый сомножитель положителен Второй сомножитель, если минус 3 в квадрат мы возведем Это будет 9 9 минус 4 число положительное Это значит получается, что производная положительная В точке минус 3 производная положительная То есть таким образом мы можем подставить Поставить слева от точки минус 2 знак плюс Производная положительная Справа подставляем точку минус 1 Подставляем точку минус 1 У нас получается минус 1 в квадрате Это будет единица, единица минус 4 Отрицательное число, а это число всегда положительное Это значит, что справа производная отрицательная А это значит, что слева от точки минус 2 функция возрастает А справа от точки минус 2 функция убывает Таким образом, точка минус 2 является точкой максимума Так и запишем То есть точка x равная минус 2 Это точка максимума Причем это точка единственная на нужном нам промежутке А это значит, что именно в этой точке функция достигает Наибольшего значения на данном отрезке То есть откуда следует, что наибольшее значение функции На данном отрезке от минус 4 до минус 1 Равно значению функции в точке максимума В точке минус 2 И остается только подставить эту точку В исходную функцию Вот сюда То есть подставляем У нас тогда получается 3 умножить на минус 2 в пятой степени Минус 20 умножить на минус 2 в кубе И минус 54 Получаем Что мы получаем? Минус 2 в пятой Это будет минус 32 То есть получается минус 3 умножить на 32 Минус 3 умножить на 32 Далее Минус 2 в кубе Это будет минус 8 умножить на минус 20 То есть получается плюс Минус на минус дает плюс Получается плюс 20 умножить на 8 И минус 54 Минус 3 умножаем на 32 Трижды 2 шесть получается минус 96 Плюс 80 И минус 54 Минус 96 плюс 80 Это минус 16 Минус 16 И да вот здесь вот 20 А 20 на 8 Да это 160 Сейчас исправим То есть у нас получается плюс 160 Вот здесь И минус 54 Получается 160 минус 96 Это 64 64 минус 54 Получается 10 Это и есть наибольшее значение функции Это число нам теперь нужно записать в ответ Пишем ответ И в ответ мы пишем число 10 Задача решена Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!